Приветища, это Роуд96, и мы продолжаем наше увлекательное автостоперские приключения. Это 1996 год, 9 сентября, и мы начинаем второй эпизод. Погнали! С вами Соня Санчес, добро пожаловать на шоу Сони! Как многим известно, у бригады есть секретная мобильная радиостанция, с которой распространяются фальшивые новости. Годами перевозчик радиостанции избегал поимки, но, дорогие зрители, мне стало известно, что власти близки к поимке преступника. Они считают, что станцию возит дальнобойщик. Напоминаю, что за любую ценную информацию обещана награда в размере 2000 долларов. Ну же, люди, преступник должен пристать перед судом. И сегодня у нас отличные новости. Недавно служба безопасности обезвредила крупную сеть контрабандистов, помогавшим подросткам пересекать границу. Спасибо, что храните безопасность стране и пограничники. А теперь взглянем на результаты последних опросов избирателей. О, тирак вверху. Похоже, тирак по-прежнему фаворит. Какое облегчение. Как вам известно, шоу Сони очень озабочено ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на сегодняшний выпуск подростков в розыске. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Информации? Звоните 55555. И помните, если вы что-то знаете, пожалуйста, звоните на горячую линию Сони. Хорошо. У нас, в общем, есть три подростка. О, смотри, 14 лет, 15 лет и 15 лет. У каждого есть какие-то карманные деньги. Вот у этой барышни 16 долларов и 3 энергии. Ладно, давай все-таки по-сложному пойдем. Вот тут девочку убираем. С вами было шоу Сони. 1828 километров до границы. Блин, я, походу, такой же маршрут проделаю, как и прошлым подросткам. Ты посмотри, 12 июня, это когда мы играли за первого подростка, а 20 июня, это мы сейчас будем играть. Неужели тот же маршрут сделаем, а? Надеюсь, что другой будет. О, на тачке едем. Прикольно. Голдфингер представляет. Спасибо за подвоз, теперь есть время заняться игрой. Ха, это Алекс. Вы встретили Алекс. Мы эту девчонку в первом эпизоде подвозили. Ну, я когда свой сюжет искал. Ладно. Далеко забралась, можешь рассказать, а ты не маловат? Кто б говорил, не так ли? Ну да, мне тоже 15. Просто высади меня где-нибудь с халявным электричеством, лады? Надо подзарядить мое мега оборудование. Ого. И что же у тебя там в рюкзаке интересное такое? За оборудование? Давай, давай, спроси меня. Я многозадачен, как сраный Цезарь. Рюкзак Алекса. Волно крутой техники и чертежей техники еще круче. Ты кто? Что б тебя такое, Алекс? Ты из будущего? Есть советы, как выжить стопщику. Не в курсе, как перейти границу. Как тут лучше всего передвигаться? Ну хорошо, давай совет спросим. Ага. Аккуратней с тем, что ешь. Старайся избегать гнилых продуктов. Но, как понимаешь, иногда не до жиру и все такое. Ну да, иногда бывает вообще еды нет. Что попадется, то и ешь. Так, подожди, я хочу в радио еще заглянуть. А-а-а, я могу вставить свои кассеты. Но нет, спасибо. Ладно, давай дальше поболтаем. Ага, чего бы мне стоило перейти границу? Если Флорес победит, у нас будет еда получше. Ну давай, наверное, вот про Флорес спросим. Верно, верно. Подростки в теме. А теперь поработать над бетой надо. Но на айтишник, блин. А, подожди. Это 96-й год. Откуда у него нетбук? Тогда не было ноутбуков даже нормальных, а у него нетбук. Маленький компьютер портативный. Что за фигня? Зацени. Бета готова. Ты что, игрушку делал? Нифига себе, да ты программист. Смотри, у него какая спутниковая тут антенна пертится. Нифига себе, ты быстрый. Я игры продаю. И комп этот сам собрал. А, ну тогда понятно. Когда-нибудь у каждого такой будет. Слушай, ну ты прав. Ты то есть Билл Гейтс молодой, да? Ммм, назови их лэптопы. Ха-ха-ха. Можешь даже фирму открыть. Да, ну слишком мелкие и легкие. Назови их лэптопы. Не, это совсем, блин, тупо. Зуб даю. За мелкими компами будущее. Жрать охота? Просишь еды у компа. Потерялся? Просишь у компа подсказку. Да ты, блин, гений какой-то? Или ты из будущего реально прилетел? Прешься по мелким компам? Ну круто же все это на компе делать. Это будущий чел. Зуб даю. Ну да, ну да. Эй, ну мы гамать будем или как? Гамать, она даже это слово знает. Так, а что еще в тачке есть? Давай посмотрим. Панорамная крыша. Обалдеть. Видок классный, конечно. Разбито зеркало заднего вида. Ну, точняк. Дай припаркуюсь. И погамаем. Так, так, так. Кажется, мы сейчас будем рубаться на компе. Называется злые танки. У тебя там танки, и они злые. Ты синий. О-о, поехали, 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 поехали. Танчики, такая игра была на Денде. Не смотрю, что она там комментирует. Потому что я в игре. Бах! Бах! Ну-ка, иди сюда. Ой! Я в него врезался, но ему пофиг. Нифига себе. Нифига себе. Да подожди, ты дай я тебе... Я в него попасть не могу. Раз. Два. Е! Да ты рулишь! Теперь сыграем всерьез. О-оу. Алекс собрался снять перчатки. Ага, в меня теперь стреляет. Уже с кхб-жечки. Сейчас, подожди. Бабах! И второй. И третий выстрел. Последний, третий. Жиська. Блин, он в меня тоже стреляет. У меня одна сердечка. Одна сердечка, как это нелепо звучит. Ай! Слышь? Может улучшим? Ммм... Типа игрок вынужден собирать патроны. Или пули, что под стены вскакивали. Что скажешь? Мне нравится про патроны. Ммм... Скачущие пули? Скачущие пули, давай! Дай-ка я... Время гамать. Погнали! Оп-оп-оп. Скачи пули. Хорошо. Пулька, пулька, пулька. О, в меня летит! В меня надо быть очень осторожным. Есть. Черт, черт. А, мои пули мне ничего не делают. Это хорошо. Это очень хорошо. На тебе. Блин. Ееееее! Победа! Ну, что скажешь? Только честно. Ненавижу врунов. Давай добавим сбор патронов. Лучше пусть пули исчезнут. Давай добавим сбор патронов, конечно. Так, давай-ка. Я быренькая. Все сделаю. Есть. Патрончик. Ой-ой-ой. Убегаем от него. А он тоже может патрон? Да, он тоже патрон собирает. Ха-ха. Ха-ха-ха. За патронами едешь. О, вот это у него двойное попадание было сейчас. Скачущие пули, это, конечно, интересно. Надо уворачиваться от них прям конкретно. Они, по-моему, не исчезают, да, вообще? Они рикошетят до бесконечности. Да черт! Ай! Это очень плохо. Черт! Прикинь! Ну, а теперь что скажешь? Можно еще улучшить? Можно я еще поиграю? Чисто по фану. Злые танки, супер. Поехали. Здорово. Вот аванс в счет будущей прибыли. А прибыль там будет точно. Я тут не груши околачиваю. У, денюжки, прикинь. 20 долларов мне кину. Не чисти ты богач. Ладно, поехали. Йоу, когда-нибудь сотни игроков зарубятся в одну и ту же игру одновременно. А, это он про ММОРПГ говорит, наверное. А, точнее, про многопользовательские игры. А останется только один. Это эпик. А вот это отличная идея. Однажды мы напишем эту игру. Ты мне крышу сносишь, чувак. Как тебя такому научили? Никто. Сам насобачился. У меня огромный мозг, как губка. Впитываю знания, как воду. Предки-программисты? Чё-то он задумался. Чё, у тебя предков нет? Ты в порядке, Алекс? Всё нормально. Просто я с ними не знаком. Ну, с настоящими родителями. Погоди, это Алекс, это же... О, блин, это же... Усыновлённый ребёнок полицейской, который мы встретили в первом эпизоде. Прости, что я поднял эту тему. Теракт в 86-м, помнишь? Да, помню, помню. Я слышал эту историю. Слышал. Короче, Сдаётся мне, что и мои настоящие родители там погибли. Я правда очень сочувствую, Алекс. А хуже всего... Я их не помню даже, вообще. Как ни стараюсь вспомнить, ничего не выходит. Только это фото и осталось. Покажи фото. Фото мужчины и женщины сделано 9 сентября 86-го года, в день теракта. Алекс считает, что это его биородители. Странное какое-то фото, всё размазано, размыто. Это с GNN, день атаки. Их там на секунду видно. Кучу всего про компы выучил, пока отретушировал фото. Ну, ты красавчик, конечно. Молодец. Это впечатляет. Спасибо. Похоже, мне надо было выговориться. А я и не знал. Не вопрос, дружище, выговаривайся, чё ты. Потом... Потому я и путешествую. Они, конечно... Умерли, наверное. Камнями задавило. Но я всё равно хочу узнать о них, всё. Удачи в поисках, Алекс. Спасибо. Можешь меня высадить в следующей точке? Ну вот, чё началось нормально же, ехали, братиш. Йоу, горючка. Почти на нуле. Бензин у тебя кончится быстро. Мда. Надо бы подзаправиться где-то. Деньги, в принципе, есть, если чё. Ну, хватит тут, наверное, смотреть. Скорость у нас под 160. Ого. Вот это мы мчим. Разберусь. Удачи со злыми танками. Вообще-то, это даже не моя тачка. Да, вот такие повороты у нас тут. Удачи со злыми танками. Спасибо, спасибо. Вруби музыку. Поедем с ветерком. Да не вопрос, сейчас включим. Точняк. Мы проехали. Сколько мы проехали. Да мы прилично проехали. Это нифига себе, как быстро. А, ну, слава богу, мы по другой дороге поехали. По другой. Но мы пересечёмся с Соней. 100%. А, нет, не с Соней. С... Как её зовут? С Зоей мы пересечёмся. Июнь, 21-го число, 96-го года. Сил у нас нет. Бит АйТи. Опять какие-то ларюшки-марюшки заброшенные. Что тут у нас? Плакат с рекламой отрядов юных пограничников. Ага. Ну да, тут можно в пограничники записаться. Мы это выяснили тоже в первом эпизоде. Тачки огонь. Где бы мне ещё найти? Бензик на мою тачку. Взять. А что тут? Бита? Давай возьмём. Зажмите, чтобы размахнуться. Ого. Но сил... Бита силы отнимает. Оу, я забор сломал. А музычка тут вообще в тему. Короче, это заброшенный пункт отдыха. Я тут буду развлекаться сейчас, да? Вот эти коробочки. Вот так. Сейчас будем тут вандалить. На мусорке этой. Чё тут ещё можно расфигачить? Сейчас что-нибудь найдём. Всё равно коробки снова. Надеюсь, здесь не живут бомжи. О, а бутылки можно? Можно вообще со столов нафиг. В мусорке никого. Да ну нафиг. Я тут всё сейчас раскидаю. Всё разломаю. Ай да я. Такое ощущение, что я психанул. Только непонятно из-за чего. Давай в тачку залезем. Дайте пройти в тачку. А никак. Чё у нас тут? Есть чем поживиться? Ни фига нет. Хорошо. Куда мы вообще шли? Наверное, под зонтик куда-нибудь сюда. О, сколько баночек. Бабах. Как-то громко. А чё здесь делать-то? Просто всё раскурочить и всё, что ли? Ну я же не такой. Я же порядочный гражданин. Ну в любом случае, это заброшка. Это мусорка. Ну, наверное, ради удовольствия. Ночи никого нет. Почему бы и нет? О, куда это я вышел? Музлогонь. Ты что здесь делаешь? О-о-о-о, да, так мимо проходил, не подходи ко мне. Ты всё ломаешь, а? Это не очень-то вежливо. Не начинай со мной, так говорить. Я тебя пугаю, да? У тебя бита вообще-то, конечно, мне страшно. Прошу прощения. За мной. Хочу тебе кое-что показать. Так ходит, как маньяк. Это же таксист. Я мой. Впечатляет, да? Ну, в принципе, у тебя тут антенна самодельная. Огонёк. Чё у тебя тут на столе? Какие-то животинки игрушечные. А, динозаврики и кокулька. Или это камни. Фигурка из камней. А есть чё у тебя покушать? Кушать хочу, не могу. О, взять. Что там у нас? Деньги. Нифига себе, у него тут на столе деньги валяются. Кошерно живёшь, дружище. Ты в курсе, что тебя два бандюгана ищут? Потому что ты хочешь Соню убить. А, ну, блин, он же не знает точно. Что это за место? Тут бригада раньше и квартировала. Более того, здесь они планировали теракт в 86-м. Ну, да говорят, что вроде как это них теракт. Почему они шли? Вы из них, бригада? Не оскорбляй меня. Но один близкий человек был. Теракт в 86-м. Почему они ушли? Теракт их нашёл после теракта. Тех, кто тут был, арестовали. И многих больше не видели. Понятно. Давай. Оглядись. Я уже огляделся тут, в принципе. Вот всякие рисунки вижу. А, а это что за агрегатина? Это они называли радиодеревом. Через него обелась трансляция. Вот эта штука и помогала им дербовать народ. О, ясно. Но это ужасно. Ужасно. Это я тебе и хотел показать. Я думаю, его стоит сломать. Я, наверное, ослышался. Вы только что сказали. Я сказал. Надо её разломать. О, хорошо, давай. Ну же. Поехали, долбасим. Да ты крутой чел, оказывается. Бригада. Да, мы как два гада. Я до вас доберусь. Кричит таксист. От меня не сбежать. О, она рухнула. Позже. Отдыхаем таки. Выпить? Люблю покурить после терапии. А, ты тоже нервничаешь, да? А можно? О, биту сломали. Ну ты дубасил. А можно твой сок выпить? Пожалуйста, пожалуйста. Кстати, деньги у меня в кармане. Он ничего мне не свиньснул. Это хорошо. Про карму слышал? Что посеешь, то и пожнёшь. Это точно. У терака должна быть ужасная карма. Я всё же спрошу. Почему вы так ненавидите бригаду? Потому что они отняли у меня Лолу. Пардон? Моя дочка. Бригада. Они её отняли. Что случилось? Ей было всего шестнадцать, когда её завербовали. Боб Винтерс, её учитель биологии, завербовал. Боб ей всегда нравился. Она была ещё совсем ребёнком? День теракта в 86-м. Они послали её с другими членами бригады к стене. Видимо, рванула не так, как планировали. И её завалило камнями. Мне очень жаль. А у вас осталась только ненависть? Она хотела стать палеонтологом, динозавров изучать. Теперь понятно, почему динозавры на столе. Она про них знала всё, что только можно знать. Как назывались, что ели. Всё. Вы сделали для неё алтарь? Моя память о моей прекрасной Лоле. Это было ошибкой. В смысле? Не помогло. Ничего. Ты в порядке? Разрушение дерева. Разговоры. Разговоры. Всё стало только хуже. О, да он психически не уронешный. Беги лучше. Беги. Да блин. Так, куда побежим? Автостоп? Автобус? Машина? Или человек? Так, что случилось? Что? Что? Зачем мне пока с антенном? Блин. Тут не пройти. Походу обратно надо будет оббегать. Ладно, побежали. Перепрыгивать мы не умеем. Препятствия. Так что мычим. А куда он, кстати, делся? Он отсюда вышел уже вроде. Здесь топливо. Погоди. Попробовать толкнуть. Вот так вот. Вроде толкаемся, толкаемся, толкаемся. Отлично. Мы добрались до радиоприемника. И что тут написано у нас? Сесть. Сесть испорченную еду. Взять деньги. Ух, еще 20 долларов. Это хорошо. Давай почитаем, что тут написано. Когда диджей и Ка врежутся в подиум, надеясь устраню гражданина зло, начнут действовать подсадные утки среди участников церемонии. А, это помнишь? Это помнишь, 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 помнишь. Мы когда репортаж снимали с Сони, и там были вот подсадные утки. Это, наверное, про выборы что-то речь идет. Играть. Можем поставить здесь кассету. Что-нибудь еще взять можем? Нет. Так, понятно. Походу, те чуваки, которые протестовали против тирана, или тирака, как его там зовут, которых потом полиция-то избивала. Двое успели убежать, а девушку поймали. Здесь не перелезть. Подстава. Вот. Скорее всего, спланировал вот этот таксист. Наверное. А тут можно еще как-то обойти это все? Черт. Прыгать-то мы не умеем. А бита есть где-нибудь? Бита-бита-бита мне нужна. А, все понятно, почему мне показали радио дерево. Потому что мы можем скарабкаться по нему. Хопа-на. Ну, таксист мы видели, он там до сих пор ходит. Мы... Он что, пристрелился, что ли? Офигеть. А, нет, слава богу, он там просто стреляет по банкам, скорее всего. Такси? Подожди, это мое такси? Я на такси приехал разве? Или что? А, нет, это его такси, блин. Что я туплю? А можно его свистнуть как-то, я не знаю? Или багажник открыть, там что-нибудь есть? Нет, ничего нельзя. Ладно, бежим. Вот еще тачка, автобусная остановка. Это моя машина, да? Я так понял. Открыть. Заперто, значит, не моя тачка. А где ключи найти? Ключи где-то тут по-любому валяются. Обычно, обычно, обычно их кладут где-то рядышком. Блин. Блин, 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 блин. Где ключи бы-то взять, а? На остановке ничего нету. Ну, что делаем? Походу, только автостоп. Подожди. Подожди, 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 подожди. А вот здесь вот ничего не лежит у нас случайно. О! О-о! Отдыхать. Можем отдохнуть до утра. Давай это и сделаем. Днем всяко виднее все будет. И, может, ключи найдем. Надеюсь, меня этот таксист не поймает, когда пойдет к тачке. Июнь, 22 число, 96-го года. Совсем чуть-чуть восстановили сил. Потому что спали на картонке. Такси нету. Он уже уехал. Понятно. Но тачка стоит на месте. Подожди, давай-ка обратно вернемся. Я хочу здесь все осмотреть хорошенечко. По-любому где-то здесь ключи есть. Взломать замок. Не могу. Нет отмышки у меня. Не могу. Здесь что-нибудь лежит? Нет? Карточка там какая-то. Непонятно, что написано. Ага. Но обратно нам точно не вернуться. Ну, хорошо. Значит, пойдем тачку ловить. Тачку, тачку, тачку. О, гляди на мусорке. Значок удачи. Как Соня нам подарила. Проверить мусор. Я что-нибудь тут найду? Ничего не нашел. Просто как бомжар последний поковырялся там. Итак. Можем потратить деньги на автобус. Но что-то я не хочу. Лучше давай автостопом, наверное. Или пешком пойти. Давай автостоп. Почему бы нет? Может, фортанет? Кажется, кто-то остановился. 1129 километров до границ. Итак, нас чуть-чуть подвезли. Посмотрим, кто это был. Зои, да ладно? Зои, да ладно? Продолжение следует... С учетом всей враждебности, неудивительно, что полиция применяет насилие. Стоп. Ты утверждаешь, что полицейское насилие оправдано? Хорошо, что ты тут. Все не одно теперь. Ммм, понятно. Спасибо за подвоз. Люди мародерствуют, Джофф. Что в этом хорошего? Мародерство разумно, если система прогнила. Думаешь, они всегда так разговаривают? Надеюсь, нет. Но они нас все же подвезли. Это было мило, хотя теперь они нас и мучают. Ну, видимо, с тобой об этом говорить без толку. Так, ты из наших? Пытаешься перейти через границу? Я знал, что ты за границу хочешь, как и я. За верстучую, буквально. Тогда сменим тему. Думаешь, они знают, что мы затеваем? Ммм, Фигас 2. Ага. Да ну нафиг. Есть идея. Да, и какая? Сыграем в найденную мной игру и послушаем музыку. Вот. Держи мой плеер. Погоди-ка. Раньше играть доводилось? Предпочитаю узнать, насколько силен противник, прежде чем его сокрушить. Ты о чем? Покажи игру-то вначале хотя бы. Как она выглядит? Однажды бабушка выиграла. А, в такую игру. Не, я в такую вряд ли даже не играл. Ну, давай с тобой поиграю. Однажды бабушка выиграла. Значит, будет обидно. Прошу прощения. Первый, кто поставит 4 шашки в ряд, выиграет. Хорошо. Так, вон плюсик мне ставить, да? Вот. А как их перемещать? А, все понятно. Сюда. Угу, понятно. Хитро. Хитро попик. Так, знаешь, мне по диагонали тогда надо попытаться сделать. По диагонали. Сюда. Блин! Она меня сейчас победит. Угу. Нет, я не дам тебе это сделать. А, здесь нет никак. А я вот так. Черт, черт, черт. А, может у меня победит. Легкую. А я вот так сделаю. Вроде как. По диагонали же должно прокатить, да? Ну-ка. Черт, она просекла мою тему. Просекла. А-а-а. Победа. Ну я всегда выигрываю. Еще разок. Да, давай. Ну как ты выиграл-то? Я что-то не увидел. Там четырех, там, Т-образная была у тебя штука. Ну хорошо, давай еще разок. Мы так и будем с тобой до бесконечности, да? Ага, ага, ага. Давай сюда. Ага. Вот так. Я же тебя обыграю. Я сделаю тебя. По-любому, деточка. А я победитель. Так, надо сделать так, чтобы она, чтобы она поставила с краю вон там еще одну фишечку. Черт. Если я поставлю, она поставит. Ага. Угу, угу, угу. Давай вот так сделаем. Ясно. Черт. Хитренькая, хитренькая. Можно, в принципе, снизу кинуть вот здесь вот. А я здесь кину. Молодчина. Кидай, кидай, кидай туда. Вот так. А я еще вот так сделаю. А если так? Да. Сейчас ничья, походу, будет. Блин, потому что... Ха-ха-ха. Черт, все провалилось, все провалилось. Вздох. Я продула. Ну, видимо, просто пришло время хоть в чем-то проиграть. Музыку любишь? Не бойся меня обидеть. Я взрослая девочка. Да, стопудово. Классное у тебя музло в плеере. Мне понравилось. Отдал ей наушники. У меня тут самые разные записи. Вот. Тебе на память. О, спасибо. Потом как-нибудь послушаю. Привьюсь. Итак, что дальше будем делать? Почему ты решила перейти за границу? Чтобы начать новую жизнь? Хотя нет. Чтобы у меня вообще была жизнь. Хотя считает, мне очень повезло. У меня большой дом. Я хожу в частную школу. Но это не так, поверишь. Отношения с отцом не очень? Да, можно и так сказать. Послушай. Вот что я тебе скажу. Может и не следует, но кажется, тебе можно доверять. Мой отец. Министр нефти. Да я знаю. Я уже догадался. Из прошлого эпизода. Но мы удивимся. Что? Да ну нафиг. Тише ты. Ребят, вы что-то сказали? Ээээ... Что у вас отличный фургон? Твой секрет не выведали. Нифига себе. Вот просто нифига себе. Мне кажется, последний вариант вообще подходит очень хорошо. Просто нифига себе. Заткнись. Можешь воспринимать меня по-прежнему? Да, без проблем. Эм... По-прежнему это как... Даже не знаю, будет непросто. Как высшее существо, с которым тебе повезло дышать одним воздухом? Могу попробовать. Спасибо. Эй, ребят. Удачи. Можно спросить? Ну, пожалуй. Мне просто интересно. Как по-вашему, вы политически активны? Не, не особо. А ты? Политически? Кое у кого есть мнение по поводу событий в стране. Вовсе нет. Но вы сваливаетесь за проблем в Петре, даже не пытаясь это отрицать. Это еще мягко сказать. Серьезно, Джефф? В любом случае, раз вы собираетесь валить, значит, политически активны. По моим меркам, по крайней мере. Стыд какой. Ну, ладно. Раз вы... Джефф! Почти все. Как вы намерены изменить страну? Голосовать за нового лидера? Может работать. Не уверен. Система, возможно, сломана. Ясно одно. Если что и поменяется, то силами молодежи. Наконец-то мы хоть в чем-то согласны. Ничего себе, даже я в шоке. Мы изменим ситуацию. Не вижу никаких перемен. Отрадно слышать. Опа, копы. О, нет. ДПС. Скорость превысила. Нет. В смысле... Я так не думаю. Опачки. Это та полицейская? Или нет? Нет, другой полицейский. Всем сохраняйте спокойствие. Ребята, говорить будем мы. Если захотим, ставим слово. ДПС, мэм. Предъявите водительское удостоверение ПТС. Рады содействовать, сэр. Сэр? Да он просто безмозглый коп. Тихо, злое. Это ваши дети? Нет, сэр. Просто подвозим. Ясно. Блин, зря она так сказала, что это не их дети. Что, что, что? Подожди, дай я попью. Тут вот выпить есть. Больше ничего нету. Сейчас я гляжусь. Не, вроде нету. Плакат терака. Ой-ой-ой. Они походу за терака, что ли? Или просто плакат на всякий случай наклеили, чтобы копы не докапывались. Как поживаете, сэр? Все в порядке, сэр? Ты в порядке, детка? Как будто нервничаешь. Да все, но? Ммм, а ты смахиваешь на одного из подростков беглецов. Да ладно. Беглецов? Это не я. У меня есть документы. Блин, а у меня нет документов. Мне так все говорят. Еще бы. Надо взглянуть на твои документы. Просто для порядка. А что, если мы сделаем пожертвование на нужный ДПС? Пожертвование? Да, мы могли бы. Но в случае пожертвования, наверное, я мог бы и призакрыть глаза. Спасибо, сэр. Вы же... Вы же не всерьез собираетесь ему платить? Они пытаются помочь. Из-за таких, как вы, наша страна и разваливается. Прошу прощения. Тихо. Блин. Нервяк начинается. Тихо, Зои. Да ладно. Это говно форменное, ничего она мне сделает. С меня хватит. Пойдешь со мной. Что ты натворила, Зои? Не трогай меня, свинья. Что нам делать? Не знаю. Даже не знаю. Оставайся в машине. Делай, что он говорит. Блин. Я не могу остаться в машине. Она... Ну, по идее, с ней ничего не должно случиться, потому что у нее отец влиятельный. Даже не знаю. Даже не знаю. Даже не знаю. Да не, ну она крутая. Надо помочь Зои. Вы пытались помочь Зои и... Да. Я ведь тебя предупреждал. Повезло, что мне ты не нужна. Все. Зои забрали. Но я пытался. Да ничего с ней не будет. У нее батя влиятельный. Он нефтяник. А почему те чуваки, которые нас подвозили, они мне кинули просто? 550 километров до границы. Селехоньки у меня бывают. Ух, как много. Июнь, 23 число 96-го года. Дальнобойщик и футбольный мячик. Кажется, мы нарвались на того... На Джо. Джо же его звали? Или как его звали-то? Дальнобойщик-то того. Итак. Я думаю, что на сегодня хватит. Очень, очень захватывающее приключение. Я думаю, что здесь мы и остановимся. И в следующий раз продолжим. Если тебе нравится, то не забывай ставить лайки и подписаться, если ты еще не подписан. Чтобы увидеть следующие эпизоды этой увлекательной игры. В общем, на этом все. Пока. Увидимся в следующем ролике. Мама-бэр. Мама-бэр.